Сегодня копилку добрых дел Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями имени Морозова пополнили сразу пятью скворечниками. В год добрых дел к весне вместе с воспитанниками и сотрудниками центра готовилась и Сыктывкарская школа номер 9. Она известна своими спортивными достижениями, но оказалось, что и домики для птиц здесь тоже умеют делать неплохо. Виктория Палкина побывала на месте. Ножовка и специально подготовленные доски. Будущие скворечники выпиливают по эскизу аж 1966 года. С материалами помогла местная пилорама, а значит на одного участника экологической акции в рамках года добрых дел стало больше. Кстати, у этих сыктывкарских школьников уже есть опыт изготовления домиков для птиц. Пернаты для них давно большие друзья. Эта акция у нас проходит каждый год. И особо мы ее не фишируем. Она у нас плановая, обычная такая. Добрые дела в школе делаются постоянно. И кормушки мы вывешиваем, уже начинаем вывешивать в октябре. Понятно, что потом эта акция продолжается. Для реабилитационного центра имени Ивана Морозова сделали заготовки для пяти споречников. Даже если у школьников что-то не получилось, применение браку тут же находили. Материал пустят на те же кормушки. Этой суровой зимой они очень выручили местных пернатых. Всю работу школа ведет вместе с красозатонским лесничеством. Сегодня на территории школы висят десятки кормушек. Все это ручная работа начальной школы. В ход идет любой материал, даже старые пластиковые бутылки и канистры. Конечно, такие кормушки приходится менять часто, но сил у юных школьников на это хватает. А вот и сама церемония передачи. Для школьников эти скворечники – результат работы на уроке труда. Для местных воспитанников – большой и долгожданный подарок. Отметим, что кроме юных сыктывкарцев на весенний клич реабилитационного центра откликнулись десятки людей. К нашей акции присоединились родители, сотрудники нашего центра, члены попечительского совета. Наша зеленая зона представляет несколько гектаров и очень много деревьев, которые ждут как раз этих домиков. В реабилитационном центре имени Морозова год добрых дел расписан буквально по дням. Помощи волонтеров и меценатов здесь рады всегда. Виктория Палкина, Иван Богомолов, Олег Юшков, телеканал Юрген Сыктывкар.